Вот, видно? Эта рука сюда уходит, эта рука проходит чуть ниже. А далее то, что внутри. Встречаем одноименный. Вообще упражнение для того, чтобы научились потихонечку входить в быстрые атаки. И входить в контроль. И контроль правильный должен быть всегда в районе локтя. Не сюда, а очень быстро движущаяся вот эта часть. И очень трудно поймать. А если поймаете, будет очень больно. Скорее всего пропустите. Работа с локтем и с плоскостью. То есть, когда идет удар, мы контролируем эту плоскость. Не даем, сами уходим, а руки не даем отклониться в атаку. Если вы будете есть, конечно делают некоторые мастера и так. Но здесь большая опасность, что если хорошая реакция, руки скорректируют удар. Поэтому здесь мы не даем им это сделать. Создаем плоскость как можно ближе к корпусу. Вот здесь. И еще тут один навык, чтобы обратное движение. Мы на нем работаем. Обратное движение. Удар-возврат. Удар-возврат. С таким пока сложно работать. Поэтому с таким. И здесь мы это могли и на работе спокойно. То есть, мы уже с его движением назад. Он промахнулся, он восстанавливает позицию. Ударил. Не так. Не надо бить. Мы же вы работали с бакенами, да? Стойчивая позиция. Мы отработали шоу-май. Шоу-май протянули ногу. Шоу-май протянули ногу. Всегда устойчивая позиция. Когда начинают делать технику, у вас получается. Режут от макушки до пупа. Или от плеча, да? Поэтому каждое упражнение своя есть задумка в нем. Отработать какой-то важный элемент. Вот здесь и этот элемент. Чтобы вы отработали на счет разворота корпуса, дистанции и работы с партнером. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.